Как установить тот самый Kali Linux, на котором я делаю большую часть видеороликов? В следующем видео я объясню, как установить Kali Linux на телефон, то есть Kali NetHunter. Чтобы скачать образ, заходим на сайт kali.org. Здесь нажимаем Download. И здесь все образы Kali Linux. Mobile это как раз тот самый NetHunter для телефонов. LiveBoot это загрузочный образ, то есть мы можем уже сразу загрузиться в систему. И также можем установить его. Это для флешек. Installer и Magus это только для... Это только установщики, да. Которые только устанавливают систему. Ну также тут есть другие варианты. Например, virtual machines для виртуальных машин. Ну и так далее. Ну мы, естественно, выбираем LiveBoot. Это самый полезный образ. Можно и загрузиться в систему, и установить ее. Ну и здесь выбираем последнюю версию. Recommend Kali 2023.1. Есть также 32-рбитные и ARM64. Выбираем вся 4-рбитную. Kali 2023.1. И нажимаем на кнопку скачать. И у нас начинает скачиваться файл Kali Linux. Весит 4 гига. На данный момент последняя версия. А 33-рбитная весит 3.3 гигабайта. Ждем пока скачается файл. После того, как файл скачался, мы устанавливаем программу, которая называется Vintoy. Это программа для создания мультизагрузочной флешки. Вот. Ее можно скачать как для Windows, так и для Linux, как видите. Я на Kali Linux. Вот. Так выглядит. Так выглядит эта программа. Здесь отображается Vintoy в пакете, то есть в установленной программе. И здесь отображается Vintoy на флешке. Вот. У меня на флешке Vintoy уже есть, поэтому у меня тут отображается версия. Но у вас тут ничего не будет, потому что у вас Vintoy на флешке еще не будет. Здесь можно выбрать флешку. Здесь language. Это язык. Настройки. Здесь поддержка Secret Boot. Тут можно включить, можно не включать. Дополнительный раздел. Это раздел для файлов. То есть у вас, если вы его создавать не будете, создаться только один раздел. И туда можно будет закидывать только ISO-образы, из которых можно будет загружаться. Для того, чтобы создать раздел для файлов, здесь нажимаем дополнительный раздел, создать дополнительный раздел. И вводим количество гигабайт, сколько будет занимать этот дополнительный раздел. И нажимаем ОК. Ну и все. После этого мы нажимаем «Установить» и начнётся установка винтория. Далее, после того, как вы нажали кнопку «Установить» и у вас всё записалось, у вас раздел для файлов не создастся. То есть у вас появится просто нераспределённое пространство. Поэтому вы открываете любую программу для управления дисками и создаёте там раздел из этого незанятого пространства. Далее вам нужно загрузиться на флешку. Для этого мы выключаем ноутбук и далее загружаемся. Как это сделать? При включении мы нажимаем кнопку «F12» — это на ноутбуках, и «F8» — это для компьютеров. Ну, у вас эти клавиши могут не подойти, поэтому, если они подходят, то ищите в интернете, какая клавиша именно для вашего ноутбука или компьютера. После того, как вы загрузитесь в винтой, вы через стрелки выбираете вашу, как раз-таки, Kali Linux, ваш образ скачанный и нажимаете Enter. И вы загружаетесь в Kali Linux. Ну, как у меня Kali Linux уже установлен, я буду показывать через виртуальную машину. Сейчас я быстро её создам. Убираю файл. Всё, мы загрузились в Kali Linux. Live System — это режим Live, то есть мы загружаемся сразу в систему, но нам это не подходит. Мы нажимаем «Start Installer», то есть запустить установщик. Сейчас у нас будет запускаться установщик Kali Linux. Пока что ждём. Вот так выглядит установщик. Здесь выбираем язык. Я буду использовать английский, потому что я знаю английский, достаточно на хорошем уровне. Здесь страна. Я выберу United States и American English. Это раскладка клавиатуры. Сейчас у нас настраиваются некоторые компоненты. Тут, наверное, будет немного подождать. Сейчас у нас определяется сеть. Настраивается IPv6. Вот, «Hostname» — это имя, которое будет отображаться, например, при подключении к Bluetooth вашему компьютеру, ну и так далее. Думаю, можно ничего не вводить. Далее. Имя вашего нового пользователя. Далее. Имя аккаунта. И пароль. У меня очень сложный пароль. Никогда его не взломают. Далее выбираем время, временную зону. Детективный диск. Смотрит, какие диски у нас есть. Здесь выбираем «Use Enter Disk». Пользует весь диск. Ну и здесь выбираем «Диск». Ну и здесь у нас еще раз запрашивает подтверждение. То есть «Yes» нажимаем и «Нет». Все. Началась установка системы на выбранный диск. Главное не ошибиться при выборе диска, потому что вы можете выбрать не тот диск, и сотрется у вас какая-то система или важные файлы. Так что тут будьте осторожны. Все. Теперь просто ждем, пока устанавливается система. Далее. После того, как у вас прошло тот пункт, то есть установка системы, когда у вас файлы просто копировались на диск. Далее у нас спрашивают использовать сеть при настойке менеджера пакетов. Ну здесь по умолчанию «Yes» вставляем, как есть. «Http Proxy». Если у вас нет прокси, здесь оставляем пусто. И сейчас у нас идет настройка apt. Идет скачивание некоторых пакетов. И выполняется команда apt-update, apt-upgrade. Если нужно, будет подождать немного. Дальше у нас идет установка закруччика групп, как мы видим. И здесь install the group. Вот лайджер. to your primary drive. Поскольку вы установите ли boot, лайджер, загрузчик grab на ваш диск. Мы нажимаем «Yes», «Continue». Ну и здесь «DF, VDA». Достанем вот так. Мы запрещаем установки. Все, мы видим такое замечательное сообщение, что установка завершена. и нажимаем «Continue для перезагрузки». Ждем пока «Continue для перезагрузки». Все, началась перезагрузка виртуальной машины. Все, мы видим опять grab-загрузчик. «Continue для перезагрузки». И у нас началась загрузка уже в систему. «Continue для перезагрузки». Я вылетела из виртуальной машины пока что. «Continue для перезагрузки». И здесь, на этом моменте, вы загрузились в систему, в Kali Linux. И здесь нужно просто ввести пользователя и пароль. Как мы помним, у нас был очень сложный пароль. «Cali». И в момент истины все, мы загрузились в систему. «Continue для перезагрузки». А тут такое разрешение. Отлично просто. Больше-таки это виртуальная машина. Все. Вот он Kali Linux. Вот они все легендарные программы для взлома Пентагона. Вот Wi-Fi T. Тоже для взлома Wi-Fi. Много тут чего есть вообще. «Metasploit Framework». Это вообще самое лучшее. Всякие брутфорсы, пароли. И чтобы выйти отсюда, просто нажимай сюда и шутдаун. И всё. Калилинукс установлен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, естественно. Скоро выйдет ролик по установке Калилинукса на ваш смартфон. Да, у вас будет в смартфоне вот это вот всё.